Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пикташ, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале Турецкий Язык с Нуля. Сегодня у нас опять маленький юбилейчик, 60-е занятие, и по многочисленным просьбам моих студентов пришло время разобраться с союзным словом «дие». Так как ученики постоянно слышат его в речи и при этом не сильно понимают, какой смысл это союзное слово несёт, потому что действительно оно может встречаться в абсолютно разных ситуациях. Итак, союзное слово «дие». Происходит оно от глагола «демейк», то есть «говорить» или «обозначать». Дословно форму можно перевести так «говоря» или «обозначая». Вообще частичка эта довольно многофункциональная и имеет самые разные области применения. Начнём с основного. Итак, основное назначение «дие» проявляется в оформлении прямой речи. Когда мы с вами читаем книги, мы часто видим диалоги, в которых оформляется прямая речь. Обычно в книжках у нас это просто тире и фраза, сказанная человеком. Иногда эти фразы оформляются, то есть «он спросил», «она ответила», «мы сказали» и так далее. То есть вот такие вот оформления прямой речи, они очень часто видны в литературе. Так вот, в турецком языке вот этих вот просто тире недостаточно. В турецком языке зачастую, почти всегда прямая речь оформляется кавычками и обязательно идёт подлежащее, то есть кто сообщил некую фразу и как он её сообщил. Так вот, если за кавычками употребляется не прямой глагол «говорение», а это глагол «демек», то есть «сказал», например, «он сказал» и какая-то фраза. А когда у нас предложение оформляется такими словами, как вот как раз «ответил», «спросил», «воскликнул», «прокричал», «прошептал» и так далее. То есть фраза была произнесена, но она была произнесена каким-то особым образом. Вот в таких предложениях нам с вами будет помогать наша частичка «дие». Давайте, я думаю, коротко обрисуем ситуацию, хотя по большому счёту это тема для нашей другой презентации, следующей презентации, вообще оформление прямой речи в турецком языке, но тем не менее. Итак, прямую речь в турецком языке можно оформить двумя способами. Первое, когда глагол «демек» открывает предложение, то есть у нас идёт и подлежащее, и сказуемое «о деди», «он сказал», двоеточие, кавычки открываются, фраза, кавычки закрываются. Или глагол «демек» может стоять в конце уже перед точкой, то есть «о», подлежащее, предложение, например, «эве гиделим», «деди», «он», «пойдём домой», «сказал», или «он сказал», «пойдём домой», «о деди», «эве гиделим». По смыслу, как мы видим, они не отличаются абсолютно ничем, то есть тут дело оформительского вкуса, как вы увидите эту фразу в литературе, это зависит уже от автора. Но важно вот что. Во втором случае, то есть когда у нас глагол-оформитель закрывает предложение, то есть стоит перед точкой, да, когда фразу будет закрывать как раз вот глагол, но при этом он будет не «демек», а какой-нибудь. И так далее. Вот всё, что мы перечисляли, то мы будем просто обязаны перед ним всё равно поставить тот самый «демек», но уже в форме «дие». И мы получаем с вами место типа «о деди», он сказал «о дие сюэледи», «о дие джевап верди», «о дие сурду». Вот это особенность турецкой литературы, к этому нужно привыкнуть. Ну вот так они говорят, то есть без «дие» никакое предложение не обходится в прямой речи. Либо «демек», либо «дие» и вспомогательный глагол. Ещё раз важно помнить, что это происходит тогда, когда предложение такое строится с глаголом вот этого оформления перед точкой. Ну и посмотрим на примеры. О эвегиделим дие сюэледи. Он сказал «пойдём домой». О эвегиделимме дие сурду. Он спросил «пойдём домой». И о эвегиделим дие джевап верди. Он ответил «да, пойдём уже домой». Думаю, здесь всё понятно. Разобрать и выучить необходимые глаголы и пользоваться этим, пожалуйста. Второе значение частички «дие» используется как союз для обозначения цели или мотива действия. То есть сначала мы называем причину нашего действия, а потом ставим союз «дие» и после этого называем само действие. Ещё раз. Причина действия – «дие» действия. Например, уйёрму дие бактым. Я посмотрела, спит ли он. Я, Бен, опущена. Что сделала? Посмотрела. Бактым. А для чего я посмотрела, допустим, в эту комнату? Я посмотрела, проверить, спит ли он. У нас была причина, цель, убедиться, спит он или не спит. Ещё раз, да? Причина действия – «дие» и совершённое действие. Ещё один такой пример. «Эвдэ сюд битмич дие маркетэгиттим». Я пошла в магазин, потому что в доме закончилось молоко. Или «по той причине, что в доме закончилось молоко». «Бен маркетэгиттим». То есть я пошла в магазин. А зачем я это сделала? «Эвдэ сюд битмич дие». Да из-за того, что молоко закончилось. Интересно, что наша частичка дие используется также с сочетаниями желательного и повелительно-желательного наклонений. Что такое желательное? Это когда мы говорим, например, «я полым», «гиделим», «окуялым» для какого-то количества людей определённого, то есть больше, чем одного. Или когда мы говорим для себя «гидеим», «я пиим», «сделаю-ка я», «пойду-ка я». И также повелительно-желательное – это третье лицо, когда мы говорим «гидсин», «я псын», «окусун». «Пусть он прочитает», «пусть он уйдёт» и так далее. Вот с этими наклонениями частичка дие тоже прекрасно сочетается. При этом в употреблении есть особенность. Мы используем её тогда, когда оба глагола в предложении относятся к одному и тому же объекту. Ну, например, «она приехала, чтобы помочь тебе». Она приехала, о гельде, а зачем? Чтобы тебе помочь. То есть она будет тебе помогать, и по этой причине она приехала. Это опять то же самое, причина и действие, да, но при этом у нас идут два глагола, и одно и второе действие будет относиться к одному объекту. Или, например, «я ушла, чтобы не устраивать скандал». Я ушла. А для чего я ушла? Чтобы не устраивать скандал. Два глагола, и оба они относятся ко мне. Я скандал не буду устраивать. Я ма-я-им дие. Третье значение частички. Может указывать на причину или мотив действия для будущего. То есть дие поясняет, почему вы делаете что-то, так как это в дальнейшем отразится на будущем. На русский язык такие предложения мы будем переводить словами «думая», «считая», «полагая» или иногда ещё союзом «чтобы». Давайте посмотрим на примеры, чтобы понять, о чём я говорю. Я взяла зонт, полагая, что будет дождь. Что я сделала? Я взяла зонтик. А зачем я его взяла? А потому что пойдёт дождь. В середину конструкции ставим наш дождик «я-амур», его в будущем обязательно времени «я-джак» и нашу конструкцию «дие». Таким образом мы как бы совмещаем предложение. Такой пример. Я ничего тебе не рассказала, потому что думала, что ты на меня разозлишься. «Бана-кызаджаксэн-дие бирщей аннатмадым». «Бен-бирщей аннатмадым» я ничего не рассказала. Из-за чего? «Бана-сэн» можно поставить, можно не ставить. «Кызаджаксэн-дие». Глагол наш «кызмак» стоит в будущем времени. Аффикс, всё как положено. Он как бы... Аффикс стоит не перед точкой, поскольку здесь это специальный оборот. А он как раз у нас стоит в середине конструкции. Обязательно «дие» и дальше смысловой основной глагол. Следующее значение. Нашу частичку «дие» также можно употреблять в значении по имени. Но это очень просто. Берём какое-то имя и ставим «дие» и потом человека, к которому это относится. Например, «Я не знаю никакой девушки по имени Айля». Здесь всё очень просто, даже не думаю, что стоит на этом задерживаться. Следующее значение. Можно задействовать «дие» для того, чтобы поставить два глагола подряд. Если у нас предложение один объект, и оба глагола относятся к нему, то это конструкция, как мы знаем, с усечённым инфинитивом. Ну, например, «Я села читать», «Она пошла учить», «Он бросил курить», «Я забыла полить цветы» и так далее. То есть оба глагола «Я что-то забыла, например, сделать». Оба относятся ко мне. Ну, вот ещё как пример. Вот они, два глагола подряд, конструкция усечённого инфинитива. А тут у нас будут два глагола подряд, но относиться будут к разным объектам при этом. Вот, смотрите, история с дождиком. «Я боюсь, пойдёт дождь». Даже можно говорить без «я», да? «Боюсь, пойдёт дождь». Кто боится? Я боюсь. А кто пойдёт? Дождь пойдёт. «Дие», «коркуёрум», «я», «джак» и «коркуёрум» оба глагола относятся к разным субъектам. Мы их разделяем частичкой «дие». На русский за какие предложения можно перевести с союзом «что». «Я боюсь, что пойдёт дождь». А можно этого союза и не добавлять. В виде бонусного отступления я хочу показать, что такие предложения можно строить кучей способов. Смотрите. «Бен, коркуёрум», «ки», «я, мур, я, джак». «Я боюсь, что», частичка нашей «ки», «я, мур, я, джак», «пойдёт дождь». Дальше. «Бен, я, мурум», «я, джан, дан», «коркуёрум». Наше имя действия «я, мурум», «я, джа, и», и исходный падеж «дан», поскольку «коркмак» – это глагол, который управляет исходным падежом. Или «бен, я, амур, я, мак, тан», «коркуёрум». Здесь мы видим, что стоит глагол просто в инфинитиве и в исходном падеже. «Я, амур, я, мак, тан», «коркуёрум». Это наш, по большому счёту, усечённый инфинитив. Но мы знаем, что с исходным падежом усечённый инфинитив буковку «к» не теряет, то есть он не является, по большому счёту, усечённым. Или можем сказать предложение так, как мы его строили только что с частичкой «дье». «Бен, я, мур, я, джа, дье, коркуёрум». Все они, все эти конструкции будут переводиться на русский язык примерно одним и тем же, и смысл у них будет также сходный. То есть, таким образом, мы понимаем из вышеуказанных примеров, что наш «дье» можно употреблять в сложносочинённых предложениях вместо союза «что». Ну, ещё один пример, последний. «Я решила, что не дам тебе этого шанса». Ну, на этом, наверное, всё. Итак, частичка «дье» — это очень многофункциональная частица, как мы поняли. Я сама, если честно, не ожидала, что она такая многогранная, потому что, когда ты этим пользуешься, ты не столько задумываешься, какие есть аспекты в какой-либо грамматике. Но раскладывая, я увидела сама, что действительно вот таких тонких нюансов очень много. Поэтому смотрите, не запутайтесь, ещё раз внимательно всё пересмотрите. Воспользуйтесь презентацией. Я вам очень советую, чтобы это разобрать уже никуда не торопять и увидеть всё чётко изложенным на статичном материале. Если информация была для вас полезная, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Я, как всегда, жду вас в следующих наших уроках. На этом прощаюсь. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»